Пастель НЖ До первого цветения дожили четверо Только один из этой группы в этом сезоне цвел уже третий раз Это номер два Остальные все три это первое цветение Сначала вернемся в начале мая и посмотрим как росли кусты всех четырех Сравним их с ростом семца группы НЖСЛ Сегодня одиннадцатый мая Смотрим какие у нас тут большие бутоны Это вот тринадцатый Сейчас пока Видим пока что еще Светло-желтый цвет Листья светло-зеленые Углиненные Вполне симпатичной формы В сравнении с другими Большая разница Дальше там у меня два СБ С ровными стеблями Стоят красиво Дальше вот здесь пошла у меня Группа НЖСЛ Вот они такие все открытые Это был вот этот вот Желтый А вот тот с открытой Похоже цветной Дальше такой у меня плотный кусток красивый Дальше вот здесь Это у меня шестой НЖСЛ Вот такой вот В такой симпатичной формы Вот этот вот девятый Бутоны вытянутые Пока что Есть впечатление Что он будет какой-нибудь Очень светлый Может даже желтый Тут восьмой Дальше седьмой Уже такой большой И десятый Десятый Очень даже неплохо растет Ненормальный Дальше здесь у меня Идут пятнадцатый Дружно растет И еще идем пятнадцатый Тоже растет не торопясь Но проблем пока нет Дальше Вот это вот CDSL Идут пятнадцатый Дальше Дальше Девятый Очень так Хорошо растет Девятый С такими махнутыми Стеблями Пушистик И еще один Девятый Такой рост Этих сеянцев Скорее нормальный И близкий к сроку ранних гибридов Мне думается Потенциал у этих сеянцев Большой За время наблюдений Они росли стабильно И не торопились Опередить всех Листья и стебли Ровные Это также хорошая привычка Цветки для первого цветения Показательные Им еще расти До развиваться Один важный момент Здесь также Замечен принцип Разных Оттенков Внешних И внутренних Лепестков Если Внешние Ближе к красному То Внутренние Ближе к малиновому А в общем Это смотрится Как малиново-красный И он Светлеет Первые два Цветка Такие же Как и соседние Красно-малиновые С такой Полумахровой Формой Или махровой Полумахровой Плоской Махровой Где-то так Он еще Неполного роста Неполного размера И еще Все впереди Но цвет Скорее всего Останется ПНЖ 19.1 Вот они Развернулись Дождь Нормально Постояли Посветлели Вот такой Вот у них Цвет Они еще Небольшие Они еще Растут Тут Пока Сантиметров 80 на 85 Уже светлые И вот новый Цветок Вот этот Явно светлее Распустился Чем Чем Первые Были Вот такой Вот он Здесь Сейчас Три цветка Вообще Букет Их больше Посмотрим Как остальные Покажут Жарко Новые Цветки Стали Распускаться Светлее Цвет Такой Стал Поприятней Вот Чем первые Которые Были Более Контрастнее Первые Посветлели И сейчас Вот так Вот Выглядят А новые Там Еще один Маленький Дали Новые Светлее Довольно Ровные В общем Для первого Раза Понятно Теперь Что От него Ожидать Я думаю Потом Поднимется Подтянется Поправится И Они будут Побольше Вполне Нормального Такого Цвета И у него Тоже Внешние И внутренние Лепестки По оттенкам Немножко Отличаются Вот так Вот на солнце Если посмотреть Это заметно Такой Вот Экземпляр Цветков Здесь много Просто Он завален Другими Гигантскими Соседними Сеянцами Немножко Подзапоздал Так у него Все будет Поправиться Если ПНЖ 19-1 Начинал Распускаться 30-го Мая То ПНЖ 19-2 Приступил К этому Важному Делу 1-го Июня ПНЖ 19-2 Третий Раз Стабильно Выдает Цветение Самое Первое Было Неопределенное В прошлом Сезоне Эти Два Цветка Выдали Такой Интересный Красно-малиновый Цвет И Вполне Хорошую Форму Разница В оттенках Внешних И внутренних Лепестков Было Практически Незаметно Было Замечено Светлое Основание Лепестков И еще Интересный Переход Цвета В процессе Светления В светлом Виде Этот оттенок Особенно Необычен И Привлекательно Смотрелся Вечером Он Как бы Светился На фоне Остальных Ну и Понятно Эти Светлые Основания Лепестков Добавляли Эффекта Общему Восприятию Пистики И тычинки УПНЖ 19 2 В полном Комплекте И он Плодородный Во всех Направлениях Впрочем Надо сразу Отметить Они все Четыре Такие Плодородные Это Есть Хорошая Черта Для таких Перспективных Сеянцев С хорошим Потенциалом Я Заметил Одну Интересную Фишку Правда Только На одном Цветке Было Более Заметно Суть Вот В чем Сначала Цветок Полностью Открывается Насколько Это Максимально Возможно Лепестки Расправляются И Вечером Он Снова Закрывается На Следующий День Такого Широкого Открытия Уже Не Будет Форма Становится Ровнее В этом Сезоне Стала Заметна Разница В оттенках Внешних И внутренних Лепестков При этом Внешние Широкие Лепестки Приобрели Ровную Чешевидную Форму И Постепенно С ростом Распремлялись Внутренние Тоже Широкие Росли В свободной Форме Увеличиваясь В размере Они Заполняли Все Свободное Пространство И Образовывали Неплохую Ровную Форму Большого Махрового Цветка Процесс Светления Также Интересный Его Весе Писать Наверное Не Получится Смотреть На Это Интересно Второй Как Лидер Группы ПНЖ Показал Красивое Цветение ПНЖ 19.2 Начали Раскрываться Тут у него Два цвета В основном В общем Это красно-линиевая Короче Один цвет Посветлее Другой Потемнее Как это видно Я не знаю В общем Только Начало Первый Раскрылся Вот Такой Вот Он С Разными Оттенками Но В основном Из Красно-малиновых Томов Вот Этот Второй Открывается И у него Больше Заметна Разница Здесь То у него Заметно Что В основании Малиновых Лепестков Основание Гораздо Светлее Это Его Интересное Преимущество Ну и вот Здесь Мы где-то Сейчас посмотрим Где-то Я видел Вчера Слабо Заметно Меняет Оттенки Он меня И в том Году Удивлял И в этом Году Удивляет Не меньше Интересно У него Уже Вот Что Получается Значит Это Он только Еще Открывается Но Уже Такой Весь Необычный Цвета У него Интересные Другие Цветки Эти Же Этот Небольшой И Этот Тоже Небольшой Этот Чуть Чуть Покрупнее Но В общем То Здесь Тоже Везде Заметно Что Внешние Лепестки И Внутренние Не Имеют Как Бу Разный Цвет Но Близкие Друг Другу Вот Здесь Вот Тоже Это Заметно Что Они Из Разных Историй Интересная Такая Юбочка Такая Платьица Эрн Чемпион По Экстравагантности У него Вниз Не Лепестки Светлые Такие Отогнались В сторону А Внутренние Темней И Внутренние Светлые Края Очень Интересно Так Светлые 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 ПНЖ 2 Вечернем Свете Я помню Что Он Вечернем Свете Может Давать Интересные Эффекты Оттенки Это Такой Вот Он В стадии Закрытия Со Своими Интересными Оттенками Сверху Вот Так Красиво Смотрится Тоже В стадии Закрытия Здесь Разница Лепестков Становится Заметной А вот Здесь Еще Заметнее Этот Побольше Но У него Флама Красиво И Правильное Вот Так Вот Очень Неплохо Смотрится Как раз Солнце У нас Сбоку Немножко Светит И Смотрится Ровно И Красиво А Цвет Получается У него Красно Малиновый Что Ли Какой-то Вот Такой Довольно Сложный Цвет Реально Какая-то Смесь Оттенков Стimir Неплохой такой неплохой хороший хороший да да хороший png 19 2 это опоздавший стебель тонкий который пробился наверх и распустился после всех вот такой вот он начинает светлеть с такой формой переходим к png 19 3 он начал открываться 29 мая хотя первые бутоны скрылись еще раньше видимо пострадали слегка и это в итоге не испортила красоту это у нас png 19 3 за полдня немножко подрос этот цветок другие я думаю будут лучшей формы но ведь конечно уникальный разноцветия оттенков это конечно да так просто нам повезло с таким видом но это все зеленое уйдет наверное и останется красное растет дальше такой вот смешной смешной форме с такими зелеными с такими пятнами пока зеленый цвет не очень то уходит такой вот зеленых пятен меньше стало соседнего они тоже есть соседнего цветка а вот третьего уже нет третий правильный мы сейчас его посмотрим вот такой вот он такой вот он правильной формы такой вот у него цвет так неплохо выглядит и еще один есть куст невысокий вот такой вид вот с этой стороны png 19 3 вот так вот он выглядит на солнце вот тут вот правильный бетон такой вот тут еще один и те два с зелеными мазками вот так вот это выглядит еще один вид с этой стороны того бутона который без зеленых мазков вот такой вот племени ровный с этой стороны он лучше смотрится цвет цвет у него смешный здесь красный малиновый ближе к красным тут еще один и вот вот эти два вот такие вот бенжи третий третий он уже светлеет приобретает интересный блеск зеленых мазков почти не видно вот здесь вот вот эти вот и такие светлые интересные на солнце выгорают таком жарком все с другой стороны сделать картинку такой вот такой вот он еще один вот этот и вот эти два еще немножко посветлил стал приобретать такой коралловый цвет вполне неплохой красивый вот он так выглядит интересный с хорошей формой с такой еще один цветок вот этот здесь поменьше лепестков и он посветлее вот эти два здесь я бы так сказал несколько оттенков разных как оно там воспринимается пока не знаю но середина пострадала от воды из-за того что они были скрытые жиль конечно это портит вид и он такой цветный цветок махровой формы и он такой светлый интересный красивый и вот этот красивый и вот этот ПНЖ-3 после дождя, под конец цветения, приобрел интересный цвет, такой вот розоватый, скажем так. Ну и форма довольно-таки такая не маленькая, большая. Вот это второй цветок, уже совсем светлый, лучше его назвать очень светло-желтый, и тут дальний, тоже такой розоватый, с оттенками, вместо зеленого там остались кисалатовые мазки. Ну и ПНЖ-19-4. Для своего первого цветения он выдал хороший, сильный куст, с множеством цветков. Распускаться начал вместе с третьим, 29 мая. И он тоже светлеющий. Вот он у нас открывается, открывается, открывается. Вот такая форма. Большой такой, вот он, мощный куст. Куст мощный. Сантиметров 80 на высоту. Там он, здесь даже самый высокий, он, бутылок. Цвет у него красно-малиновый такой вот. Интересный, красненький. ПНЖ. Полностью не открылся. Стоим в бутоне, в открытом, и там целая куча лепестков. Вот такой вот у него цвет. Наверное, он еще будет меняться. Тут еще у нас бутоны есть. Большой. Красно-малинный. Лепестков не очень много. Мощный такой. Еще у него там бутоны собираются открываться. ПНЖ-19-4. Тут вот все разогнулись, и один запоздалый бутон в центре. Вот он такой вот интересный. Их можно назвать полумахровые-махровые. Вот такие вот. Высота 85-90. Листья крупные, стебли прочные. Как видно, сами стоят ровно. Я не знаю, похож ли он на Мэйден. Сейчас вечер. Один цветок закрылся. Вроде как так вот лихо. А другие еще нет. Цвет у него посветлее стал. Вообще при съемке он как бы становится контрастнее. Вот тут еще веселее. Вот такой вот. Для первого раза лепестков немного здесь. А как будет дальше еще неизвестно. Вот такая вот у него форма. Может быть, если его хорошо кормить, он может много дать лепестков. Вот. Вторая половина цветения, подобных сортов, я пришел к выводу, она как-то эффектнее смотрится. Нормально, вполне неплохо. Итого. В качестве очередного промежуточного итога, мы имеем 4 вполне неплохие сеянца. Особенно радует, что они выдали хорошие цветки и хорошую листву. А еще то, что они все плодородные и вполне перспективные в плане дальнейшего развития. Это первое цветение стало хорошим началом для трех из них. У хороших родителей получились хорошие дети. А на этом конец третьей части. Спасибо за внимание. Удачи! Подписывайтесь на наш канал.